Доброе утро, друзья! Если оно доброе. У нас сейчас 9 час. Ночью был дождь. На улице пасмурно. Как хорошо, что я прогулялась и накануне прошлась. Вот. Я вчера весь день занималась делами. С утра сняла видео, выставила его. И потом уже вязала, поставила готовить мяско, вытянула утку. Нет, утка или... Да, скорее всего, что это утка. Ой, что-то я уже запуталась. С морозилки, которую я еще перед Новым годом покупала. Собиралась запечь на Новый год, но все поменялось. И как бы она у меня до сих пор лежала. И вот дети приезжали. Я хотела тоже запечь ее целиком. Но как бы из-за того, что она жирная и так далее. В общем, не захотели запекать дети ее. Не то, что не захотели дети запекать. А в общем, сказали, куда еще такую утку. Вот. И я вот вчера решила ее достать, разморозила, разрезала на мелкие кусочки, чтобы хоть частями готовить. Сегодня с утра проснулась. Спала вроде бы ничего, но это из-за того, что пью таблетки от аллергии. Поэтому, конечно, они дают свое действие. Я вчера полдня ходила, как сонная курица. Вот. Вечером тоже неплохо уснула, потому что, говоришь, действие таблеток не проходит. Сегодня уже не пила их, потому что, ну, я же говорю, это состояние. Я не знаю, как люди каждый день пьют такие таблетки, и как они, какая у них работоспособность, не представляю. Ну, а сейчас буду своими делами заниматься. У меня на балконе лучок стоял. Я не знаю, он даже, наверное, перемерзал, потому что я не заносила его даже тогда, когда были морозы. И, смотрю, начал пускать уже вот такие зеленые ростки, да. И я поставила вот такое приспособление. Сейчас зелень очень дорогая в магазинах, поэтому будет, кстати, у меня уже который день есть желание сделать окрошечку. Можно будет с зеленым лучком, даже без укропа сделать, и будет вкусненько. Полуогурца у меня еще есть. Можно будет приготовить. А здесь я вчера сварила бульончик со спинки утки, и хочу сегодня сварить борщик. Вот, так что буду готовить. Добрый день, дорогие друзья. У нас 12 час. На улице ветер, похоже. Я хотела с утра сходить в магазин, просто посмотреть цены. Мне как бы такой срочной необходимости идти нету. Единственное, что у меня закончилась сметана. Ну, и молочко можно было бы купить. Хлеба у меня еще осталось чуть-чуть. Там на сегодня хватит. Поэтому, ну, как бы, вроде бы и нужно было бы пойти. И в то же время, вот что-то меня туда не... То обычно я, знаете, такая легкая на подъем, бегом раз и пошла, да. А это что-то меня туда как бы что-то не пускает. Хотелось посмотреть, какие цены в магазинах, потому что очень много информации по этому поводу, что люди паникуют и так далее. Но у меня внутри паники нет. Уже мы эту панику переживали, когда перед коронавирусом, да, тогда тоже и гречку тянули, и все тянули. На всю жизнь не запасешься, поэтому самое необходимое есть. Мы не знаем, что нас ждет завтра. На улице так же мрачно, как мрачно и в душе, потому что мы все переживаем. Я вчера целый день сидела, удаляла комментарии, потому что люди, наверное, некоторые не понимают, что у меня не политический канал, и я пенсионер, живущий на периферии, повлиять на ситуацию никак не могу. Единственное, могу только сказать, что у нас такое же горе, лично у меня такое же горе, как и у всех. Я вчера целый день вообще, можно сказать, что в лёжку была, потому что когда открыла с утра новости, конечно, как обухом по голове, у всех у нас есть близкие, знакомые, родственники, друзья, как и в России, так и в Украине, да, и поэтому душа, конечно, болит, и так как я человек, очень пропускающий всё через себя, у меня душа очень сильно болит, и обвинять меня в чём-то. Вот столько вчера я услышала, те люди, которые мне говорили, что я добрый человек, что у меня золотые ручки, и говорили добрые слова, и тут же уже в обратку начали говорить вообще непонятно что. И я понимаю, что лично этих людей я стараюсь оправдать как-то, но лишний раз для себя сделала вывод. Вот. Очередной вывод сделан. И очень печально, очень печально, что здравый смысл у некоторых совершенно отсутствует. Я не буду вдаваться ни в подробности, ни в чего, ни во что. Единственное, что я хочу сказать, что я простой человек, точно такой же человек, который точно так же живёт в Украине сейчас. и я... ну, что я могу сделать? Ничего. Ладно, на этой ноте я эту тему закрою. сейчас поставила яйца варить, хочу сделать себе салат. Я же накануне там купила капусту пекинскую. всё, как говорится, пушать-то всё равно хочется, да? Несмотря ни на что. У меня сегодня продолжает бить давление, но уже не такое. Вчера за 160 зашкаливала. Мне дочь звонила, мама, вызывай скорую. Там тыры-пыры. Я говорю, нет, дочь, вызывать я скорую не буду, потому что я уверена, что другим она важнее, чем мне. Своими средствами сбивала давление. Вот. Вчера сварила ещё борщик себе. Ну и вязала. Вязала. Конечно, я попозже вам покажу, что я навязала. Продвижения видны. Вот. Интересно, как на фоне того, что там какие-то просветы, да, и трубы дымят. Вот. Так что, вот такие дела. Я вам не показывала, какую я лампу себе купила. Лампочку. Лампочку. Она 600... 600 чего-то там. Короче, она светит просто. Ну, такого яркого света я ещё не видела. Она, скорее всего, что для промышленных целей. Ну, мне прекрасно она подошла. И в связи с тем, что у меня очень мало, как сказать, приспособлений для того, чтобы, когда делаю съёмку, чтобы, когда делаю съёмку, всё это освещало. Поэтому я решила малыми средствами обойтись, да, и вот эту лампочку приобрела. Но хочу сказать, что её-то я приобрела, а вот как её направлять там на себя и так далее, не учла. Так что я вот здесь вот пыталась прикрутить скотчем лампу эту, но ничего у меня особо не вышло. Ну, я всё равно что-то придумаю, потому что, начиная с самого первого дня ведения канала, я всегда обходилась подручными средствами. Поэтому что-то как-то придумаю. Мысли всякие гоняю. Но они сейчас у меня вообще не гоняются. У меня вчера так сильно голова болела. Я думала, и мозги выскочат. Ну что, дорогие друзья, вот такие у меня продвижения по пледу. Вот такая красота. Вяжу одновременно два фрагмента. И с той стороны, и с этой стороны. Но придётся мне квадратики вязать ещё. Я-то думала, что обойдусь двумя полосками. Дни с той стороны, и с этой. А оказывается, ситуация следующая. Вот у меня край, видите? И вот сюда нужно вставлять будет квадратик. Вот таким вот образом. Вот. И тогда будет всё нормально. Ну, примерно вот такой квадратик. Вот. Ну, это ж, как бы мне ещё здесь вязать прилично. Потому что у меня будет ширина такая, что не спадать будет. Это будет покрывало на диван. Ой, на кровать будет. Вот такая вот получается супер красота. Я не знаю. Вот вижу с таким огромным удовольствием. Мне очень-очень нравится. Ну, и дело в том, что... Как бы, когда меняются цвета, в общем, ну, я не знаю. Каждый ряд, когда присоединяю и смотрю, что вот такая цветовая гамма, да, переход одного цвета к другому, такое впечатление, как будто и настроение меняется в лучшую сторону. Ну, не знаю. Ну, в общем, пока уже вроде бы как и подустала я его вязать. Ну, вот когда вот эту широкую полосу-то вязала, её тяжело уже было перекидывать и так далее. Уже мне, ну, как бы, чуть-чуть напряжно было. А сейчас вроде как второе дыхание открылось, когда я начала обвязывать вот эти вот фрагменты. Уже стало и полегче вязать. И вроде как и вяжется опять. Ну, может быть, ещё и от того, что у нас же не бывает день на день одинаково, да. Да, бывает, что сегодня там тяжело убирать, не хочется. На следующий день вроде как и такое настроение навести везде порядок, да. Точно так же, наверное, и в вязании, я думаю. В общем, буду продолжать обвязывать. Мне очень и очень нравится. Конечно, здесь обвязочка будет немножко другая. Ну, я думаю, что я продолжу. Уже три квадратика у меня таких есть. Я ещё навяжу. И, как бы, буду присоединять сюда. Здесь получится, что, видите, здесь фиолетовое, здесь фиолетовое. Придётся сюда добавить другой цвет, чтобы не сливалось в одном цвете. Поэтому что-то я ещё сделаю. Ну, подберу так, чтобы это всё красиво смотрелось. На этой ноте я с вами буду на сегодня прощаться. Я желаю всем мирного неба над головой, лёгких петелек, самое главное здоровья. Ну и прощаюсь с вами совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина. С вами была Ирина.